Вчера был... Добрый день всем. Вчера был нанесен ракетный удар, предположительно, с Черного моря. Удар был нанесен по воинской части, которая находится в городе Житомире. В принципе, все нормально. Погибших, главное, нет. Город работает. Знаете, я хотел бы поблагодарить белорусский народ. Вчера я видел, на ютюбе есть ролик, когда белорусское подразделение, белорусский батальон дает присягу белорусскому народу. И это было впечатляюще. Это было здорово. И вчера уже прозвучали такие призывы, давайте отделять лукашенковцев от белорусского народа. Это... И вчера ролики по освобождению Тростенца и других сел. Вот там присутствовали белорусские бойцы. И огромное спасибо всем белорусам, которые помогают нам в этой войне с Путиным. Мы рассматриваем, что в случае вступления в войну белорусской армии, как раз удар придется. И на Житомир-Коростане, Житомир в том числе. И я скажу, что низкий моральный дух белорусской армии, это прежде всего заслуга белорусского народа, который больше 90% не поддерживает вторжение белорусских войск. Соответственно, это перекладывается на состояние армии. Потому что, когда мы смотрим, слушаем разговоры российских оккупантов со своими родными, и, ну, просто страшно, что у людей в головах. А вот белорусский народ, он все-таки имеет возможность получать информацию, видеть, что происходит на самом деле. И поэтому это все перекладывается на состояние армии. Также, Сергей, я просто хотел бы прокомментировать. Сегодня уже власти белорусские заявили о том, что против вот этих вот 50 добровольцев, которые были в этом ролике, против них заведено уголовное дело за наемничество. Им грозит от двух до пяти лет, если они вернутся в страну. Но ситуация в Беларуси такая, что журналисту грозит от пяти до двенадцати. То есть, как бы, наступает полная девальвация с такими репрессиями. Ну, какая разница, за что сидеть, скажем так. Но это такая шутка от меня, немножечко такая, черный юмор. А вот у вас я бы хотел спросить. Житомир, он подвергается бомбардировкам, ну, с первых дней войны. Скажите, насколько отразились бомбардировки, насколько они разрушили предприятия, водоснабжение, теплосети? Насколько город пострадал от ракет, которые летят, в том числе, и с территории Беларуси? Да, у нас ударами полностью разрушена школа, повреждены садики, повреждены две наших больницы, роддом поврежден, уничтожено больше сорока домов в частном секторе. По одному из предприятий больших, одних самых больших, по производству минеральной ваты в Украине был также нанесен удар. Базы хранения нефтепродуктов в Житомире, много-много чего другого, в том числе теплокоммунэнерго, слава богу, за четыре дня восстановили. Водоканал был нанесен, удар по водогону, бомба была сброшена. Но город работает, даже работает общественный транспорт. Примерно 70 предприятий, которые в первую неделю закрылись, возобновили свою работу. Учимся работать и жить в таких военных условиях. Каждые фактически 2-3 часа это сигнал тревоги. Но город живет, город работает. И вот сегодня в 8 утра ушла машина на город Растенец, который вчера освободила украинская армия. И там полностью не работает инфраструктура, нет электричества, нет. Поэтому мы загрузили в большую машину 36 генераторов разной мощности, продукты питания, все необходимое отправили на город Растенец. Поэтому все нормально. А по поводу срока, который грозит добровольцам Белоруссии, хочу сказать, что те, которые заводят уголовные дела, и по команде, которых заводятся эти уголовные дела, там грозит ГАГа, а это гораздо больше, и там нет срока давности. Поэтому неизвестно, кто еще будет сидеть.